Большая просторная игровая комната, уютная кухня, яркие игрушки и полное ощущение того, что ты в обычной квартире, но никак не в доме ребенка. И даже на большую компанию проверяющих дети реагируют абсолютно спокойно. К гостям они уже привыкли. Многих из этих малышей на днях забирают в семью. У них начнется новый этап жизни. По словам главного врача, условия пребывания детей в солнышке максимально приближены к домашним. Мы постепенно перешли к группам смешанным по возрасту, адаптировали обстановку. Она стала у нас, видите, мы не похожи, перестали быть похожи на стационар. И даже многие наши друзья, попечители говорят, что мы и на садик уже не похожи, что мы похожи на дом. После вступления в силу постановления правительства России о реорганизации учреждений для детей-сирот, многое в солнышке начинает меняться. Группы становятся меньше, а это положительно влияет и на процесс ухода за детьми, и на саму систему воспитания. За каждой группой закреплены постоянные воспитатели. Дети из одной семьи находятся рядом, в одной группе. Сегодня в этом доме ребенка у нас 60 на 69 плановых мест, 49 деток, что это еще раз нам дает возможность перестроить работу учреждения, в том числе материально-техническое обеспечение и базу. То есть сделать группы, как я говорила, по количеству от 6 до 8, чтобы была одна мама-воспитатель. И самое-то главное, чтобы вместе с этими группами располагались и спальные комнаты, и игровые, и там, где они принимают пищу, чтобы ребенок понимал, что он как в семье. Половина воспитанников дома ребенка «Солнышко» находится здесь временно. Трудные жизненные ситуации, семейные неурядицы пока не дают возможности их родителям забрать детей домой. Главная задача работников учреждения – сделать эти несколько дней максимально комфортными для ребят. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.